Время национального пробуждения Время национального пробуждения Не имея такой возможности, я дам общую характеристику Литературного процесса этого периода А затем сужусь до одного аспекта Как мне кажется, особо значимого В контексте расцвета национального самосознания Это каноны не просто литературного А именно романного То есть состоящего из тех романов, которые появились в этот период И когда мы говорим о литературном процессе 20-30-х У нас есть довольно четкая, действительно, здесь финальная точка Это 40-е, когда традиция замедляется Но когда мы говорим о начале Естественно, 20-е не стало стартом с нуля 20-е стали продолжением того, что было уже заложено в начале 20-го века Когда в литературе в ускоренном темпе Сменялись разные направления Литературные группировки, поколения При этом одни и те же имена зачастую кочевали Из одной группировки в другую И первой из литературных группировок Которые заслуживают внимания Она даже шире Это не просто литературная группировка Это скорее сообщество интеллектуалов Это молодая Эстония Это сообщество эстонской интеллигенции Которое искало пути развития эстонской культуры Тогда и был сформулирован главный принцип Который, как мне кажется, остается ведущим и сейчас Это останемся эстонцами, но станем европейцами И молодая Эстония издавала антологии авторов Их всего вышло 5 штук Затем в 1917 году появилась уже литературная чисто группировка Сиуру Она представляла такое авангардистское крыло Эстонской поэзии и прозы Возглавляла его Мария Ундер И участники группировки Сиуру Дружили, например, очень тесно с Игрем Северянином Они переводили русских поэтов И находились и под их влиянием тоже И, например, тоже влияние футуризма В случае эстонской поэзии Очевидно, пришло скорее со стороны России Чем со стороны той же Италии Но группировка эта бурно и недолго просуществовала И из-за внутренних скандалов распалась И мы видим, что примерно тот же состав имен Перешел уже в группировку Тарапита И которая тоже просуществовала недолго Тоже из-за внутренних тех же проблем Там уже было больше осмысления войны Осмысления только что заразившейся независимости И было много протеста против несправедливости И в целом такой скорее крен уже в сторону реализма Потом группировок не было Потому что наконец был создан Союз писателей Эстонии На момент создания в него вошли 33 человека А в 1940 году, когда его деятельность была прекращена Состав был 53 человека Также важной вехой стало основание Толстого литературного журнала Лоуминг, в переводе означает творчество В котором публиковались разные произведения В том числе те, о которых я сегодня буду говорить И такой последний ласточкой Какое-то объединение поэтической антологии Стала антология Арбуят, в переводе волхвы Где уже набиралось сил тревога И предчувствие конца И если мы говорим о прозе То, конечно, например, в литературный канон Входит Фридвер Туглас как признанный мастер Но мастер именно короткой прозы Его рассказы и новеллы входят в этот прозаический канон Но запрос на тот момент уже сформировался на роман И один из авторов, о котором пойдет дальше речь Напрямую сказал, что эстонцам нужен свой большой роман И почему может быть именно роман Почему я собираюсь говорить о крупной прозе Как о такой форме осмысления национальной идентичности Мне кажется, что роман лучше всего справляется С ролью ключа к национальному культурному коду Потому что это, с одной стороны, способ самоидентификации А с другой, удобный способ представления себя другому Потому что поэзия при всей своей выразительности Все же в меньшей степени отвечает этой функции Поскольку она хуже переводится Это более внутренний продукт А если мы говорим о малой прозе То даже если перекладывать на нашу почву Даже если брать наших авторов малой прозы Все равно чаще всего мы вспоминаем какие-то крупные вещи То есть Чехов у нас автор малой прозы Но мы вспоминаем прежде всего его пьесы И с эстонской литературой тоже Говорят о Фридберте Тугласе Как важном авторе Назвать одно единственное его произведение Значимое будет затруднительно И роман в этом плане оказывается более очевидным кирпичиком Понятным для всех в таком большом доме литературного канона И в связи с этим я рассмотрю конкретно три имени и три текста Или три цикла в зависимости от того, как их считать Поскольку эти три текста Они не только входят в школьную программу Не только являются классическими Но они остаются до сих пор самыми популярными и тиражируемыми Книгами эстонской классики И во-первых, говоря о прозаическом каноне Зародившемся в это время Нельзя не упомянуть Оскара Луца Его цикл истории о Тотсе Здесь я, конечно, немного грешу против названия Канон Первой Эстонской Республики Поскольку, как вы видите, цикл был начат уже в 1913 году Первый текст – это повесть «Весна», которая самая значимая Из того, что, пожалуй, писал Луц Однако кристаллизация популярности этого цикла Происходила уже в годы позже И, возможно, как раз под влиянием следующих частей цикла Это «Весна», «Лето», «Осень», «Свадьба» Тотса Они, с одной стороны, продолжение уже служили Менее благожелательную, может быть, критику Но в то же время они оттянили первую часть И стали таким сериалом по-своему И в совокупности части цикла, который писался с 1913 по 1938 год Можно рассматривать как своего рода роман воспитания Который объединен фигурами друзей детства И цикл охватывает период с конца 19 века до 30-х годов Это, соответственно, становится свидетельством перехода Эстонии От той части Российской империи, которая находилась Под властью азийских немцев К независимости И герои тоже проходят путь Сначала они у нас школьники-озорники Которые дерутся с немецкими борчуками Которые пытаются указать эстонцам их место Потом они становятся студентами, интеллигентами Или, например, коммерсантами, которые работают в России А заканчивается уже история тем, что они отцы семейств Они владельцы хуторов уже в своей стране И есть, на самом деле, последняя книга «Зима» Которая считается окончанием Но она вышла уже во время восстановления независимости в 90-х И, скорее всего, там очень мало авторства самого Луца То есть ее кто-то дописывал за Луца Там 5%, может быть, от оригинального текста осталось В общем, это большой текстологический вопрос Кто писал И весна, на самом деле, заслужила популярность Не только среди эстонцев Текст переводился на 13 языков В том числе русский И Луца в целом любили в Советском Союзе И первая экранизация предполагалась еще В годы Первой Республики В 1926-1927 ввелись переговоры Но фильм вышел уже в советское время В 1969 году он собрал сразу больше трети жителей Эстонии В первый же год, и он хорошо прошелся по экранам Всего Советского Союза Стал эстонской классикой И уже в 2012 году был признан главным эстонским фильмом Столетия И в данном случае мы видим, как канонизация Экранизации фильма способствует и кристаллизации канона оригинала И были продолжения Лето в 76-м, осень в 90-м И вот последний фильм вышел «Зима» Но опять же, из-за того, что непонятно, чего авторство «Зима» Из-за того, что столько времени уже прошло Не очень хорошо он прошелся по эстонским экранам Ну плюс еще 2020 год тоже на это, конечно же, повлиял И вот в 2012 году, в день рождения Луца Эстонский Гугл поменял логотип на мотив весны Собственно, использовав образы главных героев Следующим текстом, о котором я хотела бы сказать Является роман Аугусту Гайлета Томас Нейпернади Аугуст Гайлет был выходцем из Сиуру Выходцем еще и в том смысле, что он очень громко оттуда вышел Хлопнув дверью и по скандалю со всеми, с кем мог Фигура была достаточно одиозная Роман был опубликован в 1928 году Но он до этого уже выходил с 1925 Отдельными новеллами в уже упомянутом мной журнале «Лоуминг» И это роман о новеллах Состоит он из семи новелл Это история мечтателя-сказочника Нейпернади Которая каждую весну покидает столицу И уходит странствовать по эстонским хуторам До поздней осени, пока его не находят в этих хуторах Где-нибудь жена и не возвращает домой И она увлекла не только эстонского читателя Роман получил хорошие отзывы в Германии Например, от Германа Гессе и Ханса Фалады И в принципе стал одним из первых эстонских произведений Которое было передвижено на несколько языков европейских И Гайлетт сам считал себя северянином Ориентировался на скандинавские образцы Он напрямую говорил, что он видит себя эстонским гамсуном Его друг, например, Хенрик Виснопу должен был быть Хенриком Ипсоном И образ Непернадии в целом мотивы явно навеяны такими текстами Как Бергюнд Ипсона, сага о Йости Берлинге Сильма Лагерлёв и двух романов Гамсуна Мистерии и Странник играет по сурдинку И главный герой тоже постоянно повторяет, что он северянин И в тексте есть такая важная с точки зрения именно национальной самоидентичности цитата Не хочу я и малой доли вашего богатства, ведь у меня на севере качаются леса И кричат прилетать над ними дикие гуси Есть у меня луга с цветущими незабудками Престительнее, чем груды ваших рубинов Есть у меня на севере нивы И когда ветер поглаживает их налитые золотом головы Кажется, будто море шумит И есть у меня на севере солнце Оно сияет и сверкает даже в полночь То есть как автор, так и его герой Себя ассоциируют прежде всего с севером И текст неромантический, он пронизан любовью К эстонской природе Много там описаний местности, мифологии, верований Типажей, архетипов эстонской культуры И в этом плане галит даже в чем-то ближе Деятелям национального пробуждения Поскольку он показывает эстонцию, эстонию Вне времени, вне политики, фактически вне истории И даже реальные исторические фигуры В духе Екатерины Они оказываются, скажем, героями волшебного мира И ранее, как он именно волшебным флером Что в некотором царстве, в неком государстве была такая Екатерина И Томас Непернадзе, это главный текст Гайлета Это пример такой успешной эстонии на экспорт В том плане, что эта история хорошо прижилась за рубежом И некоторые исследователи считают, что именно этот роман Он, скажем, прорубил литературное окно в Европу Прежде всего в Германию, как я уже сказала Что его там читали и хвалили И здесь тоже можно найти некоторые переклички Потому что Томас Непернадзе похож на роман Который выходил параллельно у Германа Гесса Который хвалил Гайлета На Нарцисса и Гольдмунда Там есть тоже пересечения некоторые И в 1931 году немцы купили права на экранизацию Но фильм так и не вышел Гайлет, вообще-то, рассчитывал на голливудскую версию Но единственный фильм уже вышел в 1983 году Экранизация сам по себе очень важна для культуры Но, мне кажется, именно канонической Ее сделало использование песни Вечерняя песня странника Под виды Эстонии Которые очень хорошо показывают Именно лирическое настроение Этой истории О популярности романа Можно судить Потому что он стал источником новых слов В эстонском языке Имя героя Само по себе Непернадзе Стал нарицательным То есть так можно назвать Какого-то мечтателя Сказочника В том числе и дамского угодника Там широкий спектр значений В эстонском языке можно найти Глагол Непернадисима Это романтически странствовать И Непернадлик Непернадический Тоже романтически странствующий Есть клуб путешественников Одноименный И даже выходила такая радиопередача О путешествиях Тоже под названием Непернадисима Но если мы говорим О литературном каноне Эстонии Вообще даже не только о текстах Которые были созданы Именно в этот период А в целом То мне кажется Если мы могли бы свести Весь эстонский литературный канон До, скажем, трех крупных текстов То это был бы Эпос Кальвепоек Драма Оборотень И, конечно, пентология Антона Хансона Тамса Правда и справедливость Тамсара Занимался переводами Он жил какое-то время в России В Красной Поляне Есть его музей Он сохранился И он и был тем автором Который сформулировал Некий внутренний запрос Эстонской культуры На наличие такого же Большого во всех смыслах текста Как война и мир Толстого И в 1926-1933 годах Появляется пентология Правда и справедливость И примечательно то, что Тамсара во время работы Над этим текстом Переводил европейскую литературу И в том числе русских авторов В частности Достоевского Это находит отражение в текстах То есть его герой Индрик Читает Достоевского И рефлексирует Видимо, как читал И рефлексировал автор Потому что герой В чем-то альтер эго Тамсара И в целом В тексте действительно Чувствуется вот это дыхание Большой литературы И действие Как и у Луцу Начинается в конце 19 века На хуторе Оканчивается 30-ми годами Уже Эстонской республики И текст богат на уровне На слои Там есть религиозный пласт Психологический Философский роман Тамсара сам говорил Что разные части металлогии Рассказывает о разных сделках человека То есть первое Это отношение с землей Второе с богом Третье с государством И обществом Четвертое с самим собой И пятое с покорностью И в том числе Конечно Пентологию можно рассматривать Как такое исследование Эстонской души Прежде всего На примере двух героев Главного героя Первой части Андреса Как пожалуй Олицетворение Эстонца Старой закалки Хуторянина Закрытого Трудолюбивого Сурового До жестокости И Противопоставленный ему Сын Индрек Эстонец уже Новой закалки Эстонец Уже наверное Более европеизированный Он интеллигент Интеллектуал Рефлексирующий Над Судьбами Не только Своего хутора Но и Эстонии В целом И о месте Эстонца тоже И масштабность Текста Крайне важна Но в то же время Она и усложняет Его адаптацию Потому что Нужно признать Что пентология И это значит Что Не все эстонцы Сами дочитали Этот текст до конца И русские В Эстонии тоже И перевод Тоже сделан Не на так уж Много языков Всего на 6 То есть если мы сравним С 13-9 Предыдущими текстами Переводами Предыдущих текстов Это более скромное Число Для главного Основополагающего Текста Эстонской культуры Но сложно Переводить 5 частей Браться За такой текст Поэтому В основном Переводят Первую часть Она переведена На 9 языков А полностью Всего на 6 И экранизация Тоже Заняла Много времени Потому что Чтобы показать Главный текст Эстонской культуры На экране Естественно Нужно было Очень много денег Усилий И только В 2019 году Вышел Почти трехчасовой Фильм Пока что Насколько я знаю Это самый дорогой Эстонский фильм В истории Но он и Самый просматриваемый То есть он Побил Предыдущий рекорд Это был Аватар Голливудский Платбастер Правда И справедливость Справился Но не окупился Потому что Бюджет Был все равно Больше Чем сбора Но продолжение Планируется Поскольку Это проект Именно национального Масштаба И он Крайне необходим Для эстонской культуры Если мы сравним Текст Тамсера С предыдущими Двумя То Шире Он охватывает С одной стороны Как школьные Университетские Коды И стой Становления Как это было У Луца Так и Архетипы Тема борьбы С природой И какого-то Соответствия Природам И эстонской Ментальности Как это было У Гайлета Только интонации Конечно же Разные Потому что Луц Гайлет Скорее Предпочитает Такой легкий Тон общения С читательно равным А Тамсера Здесь действительно С ориентацией На Толстого Он берется На себя Объяснять Действительность А не только Ее художественно Осмыслять И Тамсер Пожалуй Сам по себе Стал вехой Потому что Он умер 1 марта 1940 года И его смерть Ознаменовала Вот Пожалуй Конец Расцвета Эстонской Литературной Традиции И едва ли Можно сказать Что после этого В эстонской Литературе Была фигура Такого же масштаба Подводя итоги Если мы Попробуем Вывести Условно говоря Рецепт Крупной прозы Которая попадает В список Главных текстов Эстонской литературы В канон Романический То Вышеперечисленный текст Объединяет Следующие Каждый Из текстов Оказывается Центральным Произведением Авторов Его главным Таким Опасом Магнум Тексты Выходили Своего рода Сериалами Заставляя читателя Ждать продолжения Годами Или даже Десятилетиями Как это было Лутца И у Лутца Еще было Удлинение В виде Вот этой Выхода Выхода Части Зима Которая То ли его То ли не его Это тоже Естественно Всколыхнуло Какие-то Читательские Обсуждения И моменты Самостоятельного Анализа И экранизации На самом деле Сами по себе Становятся Событием Ожидаемым И они позволяют Опять же Удлинять традицию Вернуться К тексту Перечитать Осознать И Ну конечно Это все Не играло бы Такой роли Если бы Тексты Сами по себе Не были Сильными И Не смогли бы Одновременно Говорить О Эстонце Эстонии Вот этих Местных Проблемах И Ментальности Но в то же время Подниматься Над местечковым уровнем Выходить на какой-то Общий Универсальный уровень И Таким образом Вот эти тексты Они остаются Главными Они остаются Самыми читаемыми Самыми тиражируемыми И Если Будут еще Экранизации Я думаю Это только Я думаю Будет еще Потому что Это И Очень благодарная Почва Именно для Небогатого На самом деле Эстонского Кинографического Материала Чтобы притягивать Зрителей В кинозалы На этом все Спасибо И вам большое спасибо Благодарю вас Анастасия Всеволодовна Особенно За Визуальное Сопровождение Которое Помогает Понять Суть Вашего Сюжета О литературном Каноне Господа Не угодно Ли задать Вопросы Докладчицы Я хотела Спросить До этого Значит До этих Произведений Масштабных Произведений Были ли Попытки Писать Романы Были ли Романы В эстонской Литературе И Также у меня Второй вопрос Значит Правильно ли я Поняла Что это Реалистические Произведения Больше всего Там Играет роль Какую-нибудь роль Психологизма И так далее Я конечно Сравняюсь Литовской Литературой Там Психологизм Очень Влияет На это Играет Большую роль И важен Вот Какого Плана Романы Если Смотрим С этой Точки Романы Именно Эти Романы Или Романы Которые Выходили Раньше Про Реализм Да Нет Конечно И раньше Выходили Большие Тексты Но Они Не получили Такого Признания То есть Были Авторы Которые Писали Действительно И Чистый Реализм Был И Не На самом деле Неоромантизм И Аугуст Галет Например Его Произведение Это не Реализм Это Неоромантизм И Туглас Тоже Которого Я называла И Туглас Например У него Тоже Есть Роман Но Его Знают Не Как Романиста Его Знают Как Именно Автором Малой В этой Сфере Ну Вот Если Мы Говорим О Тамсары Ну Да Это Реализм Но Это Шире Чем Реализм Это Так Назваемый Неореализм Да То есть Он Включает В себя И Черты Психологического Философского Романа То есть Тамсары У него Действительно Была Претензия На Сделать Войну И Мир По-эстонски Поэтому Там Есть Много Рассуждений На Тему Эстонской Идентичности Судьбы Эстонии Там Очень Глубокая Проработка На самом деле Персонажей И вот К сожалению Не смогла Показать Трейлер Фильма Фильм Достойный Он Очень Хорошо Показывает Что Там Действительно Есть Слои Куда Можно Углубляться И Если Мы Говорим О Лутсе То Это Может Быть Даже В чем Такая Детско Юношеская Литература То Почему Отчасти Надо Что Читать Уже Взрослые Меньше Читают Чем Читают Это Детям И Весна Это Такое Хорошее Чтение Которое Продолжает Оставаться Именно Семейным Каким То 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 Если Мы Говорим О Тридцатых Это Скорее Даже Не Чистый Реализм А Неореализм Который Включает В себя Все Что На самом Деле Было До Эстонская Литература Ваш Перевод Вы Ничего Не Сказали О Ее Как бы Отношениях Попытки Автом 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 Амазироваться Или Наоборот Как-то Соотнестись Там Отталкиваться Или Подражать Финской Ближайших Так сказать Этнических Лингвистических Соседей Потому Что Это Начиная С края Сфальда Это Колоссальный Фактор Как бы Что Быть Как Финны Быть Лучше Финов Быть Кем Угодно Только Не Финнами И так Далее Если Можете Ну Мне Кажется Здесь Самый Очевидный Даже Не По Поводу Моего Периода А Если Мы Горим О Литературе Эстонии Вообще То Собственно То Что У Финов Есть Калева Эстонцев Калеви Поек Про Сына Калева И Это Самый Яркий Пример Преемственности Потому Что Калеви Поек Был Сделан Во многом На основе Калевалы Но Да Понятное дело Что Финны Для Эстонцев И Сейчас Остаются Таким Старшим Братом В большей Степени Чем Братья Литовцы И Латвийцы Поскольку Эстонцы В целом Ориентируются На север Они Считают Северной Европой И Хотят Быть Как Финны Афины Хотят Быть Как Скандинавы То 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 Это Такая Сфера Взаимовлияний Но Мне кажется Что Здесь Не то Чтобы Была Претензия Именно Смотреть В сторону Только Финов Сколько Вот В сторону Севера Или Не только В сторону Европы Не просто Там Конкретно В сторону Германии А в сторону Всей Центральной Европы То есть Здесь Попытка Как раз Таки Не Заключить Себя Некоторые Гетто Вот Есть Мы И Финны И Мы Финно-угорские Народы Должны Держаться Вместе А вот Мы Станем Европейцами Мы Станем Северной Европой Или Мы Станем Центральной Европой Но Мы Не Останемся Только Эстонцами Спасибо